Я начну с небольшого напоминания того, что мы начали на предыдущей лекции. Это неограниченные операторы в гибридовом пространстве. Неграниченные операторы в гибридовом пространстве. Пусть у нас есть гибридовое пространство H, а в нем линейное подмножество D. Что значит линейное подмножество? Это значит, что если х, у принадлежат D и лямбда принадлежат множеству комплексных чисел, то также х плюс у и лямбда х принадлежат множеству D. Вот это линейное подмножество, еще называют его линейное многообразие или линеал. Ну а в случае, если D... Так, на всякий случай, меня слышно? Какое-то было... Да, вас слышно, хорошо слышно. Все, потому что какой-то был пережит в связи. Вот частный случай, если D совпадает с H, и норма... Существует такая постоянная С, что норма T, U не превосходит константы С на норму U. Тогда вот в этом частном случае получаем обычный ограниченный оператор в пространстве H. Ограниченный оператор. Ну вот, но в общем случае от того определения, которое я здесь написал, вовсе не предполагается ни то, что оператор D определен на всем пространстве, ни то, что вот имеет вместо какая-либо подобная оценка. То есть оператор, вообще говоря, неограниченный. Ну, если задан линейный оператор... Линейный оператор... В пространстве H с областью определения D от T, то вот на этом самом линеале D можно определить скалярное произведение. X, Y... Давайте обозначим его T. Это есть вот что. Это есть обычное произведение в пространстве H плюс TX, TY. Вот это определенно для X и Y, принадлежащих D от T. Ну и, соответственно, определена норма X. T – это корень квадратный из скалярного произведения X на XT. Вот. Ну и несложно видеть, что это сверху и снизу оценивается некоторый постоянный, который, по-видимому, ни то два, ни то корень из двух. И единица на корень из двух, соответственно. Вот. Через норму X плюс норму TX. Вот такая норма, более сильная, чем норма обычных пространствах, потому что здесь еще слагаемые есть TX. Ну и оператор T непрерывен как оператор в пространстве H. Вот. Если и только если выполнено вот какое условие. Вот эта самая норма T эквивалентна обычной норме пространства H. Ну или норма T U не превосходит некоторые константы на норму U для U, принадлежащих области определения оператора T. Вот. Ну и в таком случае оператор ограничен, его можно по непрерывности продолжить на замыкании, по крайней мере, области его определения. Вот. Ну а мы будем в основном рассматривать операторы, которые вот это D плотно в H. То есть если D плотно в H, то оператор T называется плотно определенным. Если не область определения, плотно в пространстве H. То есть замыкание его совпадает со всем пространством H. Ну мы обычно, если включаем специальный случай, который будем уговаривать, будем рассматривать операторы, которые плотно определены. Ну если оператор плотно определен и непрерывный, значит его по замыканию можно продолжить до оператора во всем пространстве H. То есть до элемента из B от H. Ну вот. Значит теперь, если у нас есть оператор T, то определяется его ядро. Обозначается Кер Т. Или еще обозначается N от T от слова нуль пространства. Вот. Это множество тех элементов U из области определения D от T. вот таких элементов, что T U равняется нулю. Ну, очевидно, что вот это самое N от T это линиал, да, сумма, поскольку оператор линейный. Вот. И оператор T обратим тогда и только тогда, когда N от T состоит только из нулевого элемента. Ну вот это очевидно, это просто линейная алгебра. И вот если это так, то T в минус 1 это снова линейный оператор в пространстве H. И при этом его область определения D от T в минус 1 совпадает с областью значения оператора T. А область значения оператора T в минус 1 совпадает, как несложно сообразить, с областью определения оператора T. Можно вопрос, а что там сверху написано? T называется каким определенным? Плотно определенным. Плотно определенным. Здесь, наверное, букву M надо поставить. T называется плотно. Потому что он плотно определенный, если угол совпадения плотна в пространстве H. Значит, еще раз, мы будем рассматривать в основном только плотные определенные операторы. Но в некоторых случаях у нас будут возникать операторы, которые не плотно определенные. Ну, то там мы специально это будем подчеркивать. А так вообще, если я говорю, без всяких говорок, вот оператор в пространстве H, значит, имеется в виду оператор плотноопределенный. Там у меня тут имелось в виду, что замыкание D равно H, а не лежит в H. Ой, спасибо большое. Так, разумеется. Так, большое спасибо, что вы меня поправили. Это я как-то неправильно описал. Так, вот D равно H, разумеется. Ну и так. Ну и такая вот теорема, я не знаю, назвать это теоремой, или, может, давайте назовем это лемой ради разнообразия. Оператор T имеет ограниченный обратный тогда и только тогда, когда существует такая постоянная положительная C, строго положительная, что норма T, X больше либо равно, ну такая очевидная, у чего извиняется, C на норму X для всех X из D от T. Ну, доказательство, это, конечно, элементарное упражнение. Значит, теперь опять же очевидное определение. Мы говорим, что два оператора совпадают друг с другом, и один равняется T2 по определению. Если у них совпадают области определения, и кроме того, T1, X равно T2, X при всех X, принадлежащих D от T1, ну, впрочем, которые равны D от T2. Ну, в таком абстрактном виде это определение, конечно, может вызвать только улыбку, да, ну, вроде бы очевидная вещь, да, зачем даже такое писать, но в конкретных случаях иногда это полезно будет полностью, что такое определение есть. Вот, например, рассмотрим оператор дифференцирования D по DX в пространстве L2 от R1. Вот, ну, итак, рассмотрим оператор D по DX в пространстве L2 от R1. Но прежде всего заметим, что это вовсе не оператор пока что. То есть это неизвестно, что такое, потому что мы не задали область определения. Вот. И, скажем, если мы возьмем оператор T1 с областью определения C0 бесконечность от R1 и T1, это будет D по DX на это область определения. И возьмем оператор с областью определения D от T2, скажем, равно пространству Шварца от R1. И T2 тоже равно D по DX. Вот. Ну, хотя они задаются одной и той же формулой, и, как говорят в некоторых случаях, одним и тем же дифференциальным выражением, это два разных оператора. У них разные области определения. Ну, в данном случае у нас имеет место такое соотношение, вот что D от T1 содержится в D от T2, да? Все аффинитные функции понижают пространству Шварца. И при этом T2 совпадает с T1 на область определения D от T1. Вот в этом примере такая вот имеет место ситуация. И вот в такой ситуации уже абстрактно для произвольных операторов T1 и T2 мы говорим, что оператор T2 – это расширение оператора T1. И, соответственно, T1 – это сужение оператора T2. Значит, и так, еще раз тут мораль такая, что в случае, когда мы рассмотрим неограниченные, ну, точнее говоря, необязательно ограниченные операторы в Гильбертовом пространстве, то оператор характеризуется не только тем, как он действует, но и тем запасом элементов, на которые он действует, то есть в своей области определения. И два оператора, даже если они, скажем, формально сдаются одним и тем же дифференциальным выражением, это разные операторы, действительно, у них разные области определения. Ну, и вот если область определения одного оператора задерживается в области определения другого оператора, а на меньшие из них они совпадают, то второй оператор называется расширением первого, а первый – сужением второго. Ну, вот. Теперь, если у нас есть неограниченные операторы, то на них можно задавать некоторые операции. Некоторые операции проводятся с императорами. Ну, прежде всего, если у нас есть ТС, это операторы в Гильбертовом пространстве, а что определена сумма Т плюс С. Что это такое? Область определения оператора Т плюс С. Это есть по определению пересечения в области определения оператора Т и оператора С. и Т плюс С на У равняется ТУ плюс СУ. При У, принадлежащих вот этому самому Д от Т плюс С. Ну, произведение оператора на число очевидным образом определяется. Вот. Тут я даже писать это не буду, угол сопротивления у меня будет та же самая. Ну, вот. И, например, что такое? Вот возьмем какой-нибудь оператор Т и вычтем из него сам уже оператор Т. Что у нас получится тогда? У нас получится нулевой оператор. Ну, не на всем пространстве, естественно, а только на области определения оператора Т. Его потом можно продолжить, конечно, на все пространство, если хочется. Но вот такая разница, нулевой оператор на области определения оператора Т. Вот. Ну, теперь это вот сумма операторов определена, да? Ну, и тут надо сразу заметить, что тут уж как повезет. Может так случиться, что операторы Т и С такие, что пересечение их области определения состоит из одного руля. Тогда сумма будет определена только на нулевом элементе и равняется нулю на этом нулевом элементе. Такое тоже может, в принципе, случиться. Теперь произведение операторов. Произведение операторов. Ну, вот пусть есть у нас операторы Т1 и Т2. В георгиевом пространстве H. То есть она определена и в произведении Т1 и Т2. Что это такое? Область определения произведения Т1 и Т2 состоит из таких элементов U из области определения оператора Т2, что Т2 на U лежит в области определения оператора Т1. Ну, понятно, да? Что можно было определения операторов Т1 применить. Ну, и тогда Т1, Т2 от U это есть по определению Т1 от Т2, U. Где U? Примерно, конечно, это все в том случае, когда один из операторов Т2 ограничен. Да, тогда, в общем-то, немножко проще выйдет. Д от Т1, Т2 в этом случае это есть что? Это есть элементы U из H. Такие, что Т2, U принадлежит Т1. Ну, вот такие, какой частный случай. Частный случай. Вот. Ну, и операторы Т1 и Т2 называются перестановочными. Т1 и Т2 перестановочные. Если Т1, Т2 равняется Т2, Т1. Вот. Ну, и если у нас Т2 из B от H, ограниченный оператор, то есть еще понятие перестановочности в слабом смысле. Т1 и Т2 перестановочные в слабом смысле. В слабом смысле. Если Т1, Т2 содержится в Т2, Т1. Ну, вот, то есть Т2, Т1 – это расширение оператора Т1, Т2. Я, по-моему, не ввел, да, обозначение. Сейчас, значит, вот сюда вернемся. Значит, Т2 является расширением оператора Т1, а Т1 – сужением оператора Т2. И, в факте, записывается так. Т1 содержится в Т2. Такое обозначение. Значит, и так вот понятие перестановочности у нас есть этих операторов. Ну, очень полезным для операторов всяких и особенностей неограничных является понятие графика. Итак, пусть Т – линейный оператор в пространстве H. Тогда определенный график G от T – это подножество в прямой сумме H плюс H. И G от T – это множество всех элементов вида… Давайте я так буду писать X, T, X. Где X принадлежит области определения оператора D от T. Ну, обычно так бы я написал X, T, X. Ну, пару, да. Но чтобы не было путницы с скалярным произведением, я вот буду другие скобки использовать. Я не буду использовать такое значение. Итак, G от T – это множество пар X, T, X. Где X лежит в области определения оператора D. Ну, что тогда получается? Значит, вот это самое G от T изоморфно область определения оператора D. Линейный изоморфизм понятный. И значит, устроим так. В паре X, T, X сопоставляется элемент X. Из области определения оператора D от T. Ну, и следующие факты понятны. Значит, первое, если T1 содержится в T2, то график оператора T1 содержится в графике оператора T2. И обратно. Ну, и второе. Значит, если вот мы воспользуемся этим отразделением, G от T с графика, графика оператора T с его области определения, то норма на G от T, которая индуцирована из прямой суммы H плюс H, совпадает с нормой вот этой самой, которую мы видим, норма T. Значит, вот такие очевидные факты. Ну, пока это все было чисто алгебраически, то, что я говорил, ну, исключением Морго-целлярного произведения, о котором мы говорили. А теперь мы введем существенное понятие. Понятие замкнутого оператора. Так, замкнутые операторы. Так. Оператор T называется замкнутым. Если его область определения, снабженная нормой соответствующей опературы T является гибридовым пространством. Ну, то есть, а что это значит? Вот если мы D от T оснабдим, вот такая норма, это норма прожена скаляжным произведением, которое мы там писали, вот это скаляжное произведение U на U плюс T U на T U, да, это вот скаляжное произведение U, здесь скаляжное V пусть будет U на V T, да, вот такое скаляжное произведение, то есть получается, что D от T относительно этого скаляжного произведения это прежде гибридового пространства. То есть скаляжное произведение есть, но оно не обязательно полно. Вот если оно полно относительно этой нормы, то от аналогии гибридового пространства в этом случае оператор называется замкнутым. Ну вот, и следующее, вот лемма, что понятие замкнутости эквивалентно следующим свойствам, которые я сейчас напишу, лемма. Оператор T замкнут, когда выполнено любое из двух условий, которые я сейчас напишу. Первое условие. График G от T замкнут, И второе условие, вот какое. Для любой последовательности XN из области определения оператора T такое, что XN сходится к некоторому вектору X из H, а TXN сходится к некоторому вектору Y из H. Любое такое условие справедливо, что X принадлежит области определения оператора T и TX равняется Y. Ну, на самом деле, второе условие – это переформировка просто первого условия. Значит, если второе условие – вот, то что это означает? Это означает следующее, что вот XN TXN это элементы графика, правильно, да? G от T и они сходятся к элементу X, Y в пространстве H плюс H. Вот. Ну и второе условие, предельные точки тоже поднадлежат графику, то есть график замкнут. G от T становится G от T замыкания. Вот. Значит, таким образом у нас получается три эквивалентных определения замкнутого оператора. Это оператор замкнутый, то есть если его область определения относительно нормы T, это гибель этого пространства. Вот. Значит, оператор замкнутый, то есть его график замкнутый, и оператор замкнутый, то есть вот выгнал на такое условие, которое здесь написано на последовательности XM и заводится определение оператора D от T. Это три эквивалентных условия. Вот. Ну и значит, мы тут видели, что вот эта норма T, которая норма T, это просто есть норма H плюс H, суженный на график оператора T, ну при этом разделении D от T, D от T с графиком оператора T. Вот. Это называется норма графика. Норма графика оператора T. Такое не совсем удачное название, может быть, но вот оно принято. Норма графика. Это не значит, что взяли графики, от него взяли норму. Норма графика это норма некоторая определенная на элементах области определенного оператора T. Вот. Ну и такая вот простая лемма. 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 Пусть T замкнут, а S пограничный оператор S из B от H. тогда T плюс S замкнут. Ну, естественно, я напомню, что область определения оператора T плюс S в данной ситуации это совпадает с область определения оператора T, потому что она есть пересечения области определения оператора T и оператора S, а область определения оператора S это все пространство. Значит, остается область определения оператора T. Значит, ну... Презуможенный вопрос. Что-что? А эту и предыдущую лемму мы будем доказывать? А предыдущую... Нет, вроде бы я ее доказывал, доказал уже, значит, смотрите, значит, ну, хорошо. Не-не, я просто спрашиваю, я не прошу, я спрашиваю, потому что я просто запутал все в поисторонии, я просто спрашиваю, вы сейчас доказываете или вы дальше рассказываете? Все, я понял ваш вопрос, я дальше рассказываю, но раз вы спросили, давайте я остановлюсь немножечко на этой леме еще раз, просто объясню, как она доказывается. Ну, значит, оператор, пересечу, оператор Т называется замкнутым, если вот Д от Т, это гибель этого пространства. Ну, вот мы с вами отождествили Д от Т с графиком, вот понятные формулы, вот здесь она написана, да, вот она, вот она, формула отождествления, да, Д от Т с графиком оператора Т. Ну, вот, значит, и тогда, поскольку скалярное произведение имеет написанный вот здесь вид, вот это отвечающий оператору Т, то отсюда видно, что вот эта норма Т, это есть не что иное, как сужение нормы в прямой сумме H плюс H на графике оператора Т. вот, поэтому полнота оператора, полнота Д от Т относительно нормы Т, это то же самое, что замкнутость графика вот это G от Т в H плюс H, это одно и то же. Ну, спать дальше, а вот про второе я уже сказал, что вот условие два здесь, это есть просто переформулировка замкнутости вот этого самого G от Т, ну, вот как здесь написано, если G от Т, у него есть какая-то последовательность точки, любая последовательность точки у него имеет такой вот вид, сколько это график, если она сходится к некоторой точке X, Y, то если G от Т замкнут, то это X, Y снова должна приближать G от Т, и при этом Y равняется Т и X. Ну, вот, собственно, и все доказательства. Это я вот это имел в виду. А теперь мы перешли к следующему утверждению, это первое, то это утверждение мы уже доказали, то есть следующее утверждение, что если оператор Т от замкнут, а S это ограниченный оператор, то T плюс S тоже замкнут. Вот. Ну вот, если его доказать. Ну, во-первых, по усопреждению оператора Т плюс S это совпадает с суммой усопреждения оператора Т, это по определению суммы двух операторов. Вот. Ну, теперь если у нас давайте какая-то какая-то есть последовательность XN из области определения D от T и XN сходится к X, а T плюс S XN сходится к некоторому Y. Вот. Ну, поскольку у нас S ограничен, значит, SXN сходится к некоторому вектору Z, так как S ограничен. Переписывается перевод в соответствующей позывности в соответствующей X. Поэтому TXN сходится к Y минус Z в очередном области. Перенося SXN в правую часть. Значит, таким образом X принадлежит области определения оператора T и TX равняется Y минус Z. Ну, вот. это, соответственно, T плюс S X это есть TX плюс SX равняется Y минус Z плюс Z равняется Y. Ну, вот и все. Таким образом получаем, что все, 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 как говорится и доказано. Оператор так и все завтра. Вот. Теперь следующее утверждение вот какое. Это еще одна лемма. Лемма. оператор T если замкнут, то его нуль пространства N T является подпространством подпространством в минусом пространстве H. То есть N T замкнута. Доказательство. Ну, пусть XN некоторые последовательные элементы из N от T и пусть XN сходится к некоторому вектору X. TXN поскольку XN лежат в нуль пространстве это равняется нулю и эта последовательность сходится к нулю естественно. Она собственно из нулей только и состоит. Итак XN сходится к X а TXN сходится к нулю. Следовательно X в области определения оператора T и TX равняется нулю. Ну, а следовательно X принадлежит к нулю пространству оператора T. Так нуль пространства замкнутого оператора есть замкнутого есть под пространство или под пространство H. Ну вот давайте теперь посмотрим а что делать если оператор T не замкнут. Оператор T не замкнут. что можно как-то его расширить так чтобы получился замкнутый оператор. Что значит оператор T не замкнут? Это G от T это линейное многообразие H плюс H оно не замкнуто. Не замкнуто. То есть вопрос если у оператора T какое-нибудь замкнутое расширение T замкнутое расширение ну какой-нибудь T1 да вот такой вопрос если вообще T1 является расширением оператора T то график оператора T является подножством графика оператора T1 одно и то же что расширить оператор что расширить его график вот и если T1 замкнут а если если T1 замкнут то G от T1 совпадает со своим замыканием Т1 значит G от T1 содержит замыкание графики оператора T замыкание содержится понятно если замкнут и множество подножство но содержит замыкание этого подножства вот а теперь что означает тот факт что G от T1 является графиком. Когда является подможество в прямой сумме графиком? Ну, тогда и только тогда, когда не существует такого элемента y из h, что пара 0y принадлежит gt1. Вот это необходимые достаточно условия, чтобы линейка пространства являлась графиком. Это понятно? Ну, давайте здесь даже можно скобки такие написать. Никто не подумает, что это скобки на это произведение. Значит, вот это необходимые достаточно условия, чтобы линейка пространства являлась графиком. Значит, итак, если gt1 график, если есть такой оперативный замкнутый, значит, график gt1, и поскольку он график, то никакая пара 0y не принадлежит gt1. Значит, в частности, никакая пара 0y не принадлежит замыканию не принадлежит замыканию графика оператора t. Ну и в частности, следовательно, g от t является графиком, g от t это график, некоторого оператора. Этот оператор мы обозначим через t чертой и назовем его замыканием оператора t. t чертой замыкания оператора t это оператор, график который является замыканием графика оператора t. Это наименьший замкнутый оператор, являющийся расширением оператора t. Когда вообще это оператор замыкания не существует. Ну вот условие здесь написано. Значит, никакой элемент вида 0y не должен примыкать к замыканию оператора замыканию графика g от t. Ну и это можно сформулировать так. Условие такое. Значит, если xn последовательность содержится в области определения оператора d от t, xn сходится к нулю и txn сходится к некоторому вектору y, то отсюда вытекает, что y равняется нулю. Вот такое условие получается у нас. Это условие эквивалентно тому, что никакой вектор вида 0y не принадлежит к замыканию графика оператора t. Я вопрос записал в терминах последовательности элементов из области определения оператора t. Вот это условие, если это условие выполнено, выполнено, то оператор t называется замыкаемым. Замыкаемым. Вот это направленное его замыкание, как мы видели. Ну вот и пример незамыкаемого оператора. Я сейчас приведу пример незамыкаемого оператора. Примеры замыкаемых операторов у нас тоже будут многочисленные. На самом деле, ну, я сейчас так устно скажу, что если вы, скажем, возьмете произвольно-дифференциальный оператор, более-менее произвольный, да, с гладкими коэффициентами и возьмете его с областью определения в L2 от R1, скажем, и с областью определения состоящей из финитных пунктов, то этот оператор будет замыкаем. Но есть незамыкаемые операторы, и вот давайте такое пространство H, это пространство будет у нас L2 от отрезка 0 1. Можно один вопрос? Что? Можно вопрос? Да, конечно. А вот вы написали выше, что если, я скажу, значит, если нету точки 0 Y, где Y не равен 0, я так понимаю, надлежащей замыканию графика, то же этот график является графиком некоторого оператора. Ну, да, конечно. Что значит? Вот это значит, давайте это, как говорится, разберем отдельно сейчас вопрос. У меня вопрос какой? Разве ну, окей, в 0 нету двух точек, типа вот друг над другом, как говорится. А может же быть не в 0, может же какая-нибудь другая точка X в ней ... смотрите, предположим, что у нас вот есть, вот у вас есть H плюс H, да, там есть линейное пространство L. И, предположим, L содержит две точки вида X, Y, Y1 и X, Y2, так? Вот на точке X висит две точки Y1 и Y2. Но L у нас линейное пространство, тогда L содержит разность X, Y1 минус X, Y2 равно 0 Y1 минус Y2. Вот, собственно, и все. Понятно. Вот. То есть, вот условие, что над точкой 0 не висит никаких ненуглевых точек, это единственное необходимое достаточное условие, чтобы подпространство в прямой сумме H плюс H являлось графиком некоторого оператора. Это необходимое достаточное условие. Вот. Значит, так пример незамыкаемого оператора. Возьмем пространство H равно L2 от 0,1. В нем возьмем вовлосе определения D от T это есть C от 0,1 непрерывной функции надрезки 0,1. И оператор устроим так. T X от T равняется X от 0. То есть каждой функции X от T он ставит в соответствии постоянную функцию. Вот была такая функция такая там X от T а функция 0,1 а функция T X от T будет вот такая постоянная функция. вот это есть X от 0. А вот такой линейный оператор. Очевидно линейный оператор определенная такая область определения. Ну теперь давайте возьмем вот такую функцию X N от T равняется 1 минус T в степени N. тогда в нуле эти все функции равны единице значит T X N от T равняется единице всегда одна и та же функция. С другой стороны X N стремится к нулю в пространстве L2 от 0 1. Но это упражнение возведите ее в квадрат и проинтегрируйте подвеску 0 1. Получится то, что получится легкое упражнение. Получается следующее, что X N стремится к нулю, а T X N это есть функция обозначим через U, чтобы не путать ее с числом единицы U от T T X N равняется U от T стремится к U от T неравная 0 функция не на любое время пространство L2. Значит условие замыкаемости не выполнено. Тем самым получаем, что данный оператор не является замыкаемым. Теперь какие у нас критерии замыкаемости могут быть оператора? Ну, в каком смысле критерии? У нас пока есть определение этого замыкаемости. Есть такое условие, которое легко сформулируют, но не всегда легко проверить. Вот это условие. Здесь написано в красном обиду. Вот это условие замыкаемости оператора. Ну, для конкретных операторов его проверяют не всегда легко, не всегда удобно. Ну, в данном примере, конечно, легко было проверить, а в общем случае пойдем попробовать. Но есть и другие критерии, мы сейчас к ним вернемся, и в этих критериях в частности будет полезно понятие сопряженного оператора. Сопряженный оператор. сопряженный оператор. Значит, итак, пусть T плотно определенный, как обычно, линейный оператор. в пространстве H. Значит, и пусть Y это какой-то элемент пространства H. Тогда мы можем определить вот такой линейный функционал на пространстве H. L Y от X равняется TXY, где X из D от T. Но это пока не линейный функционал на все H, конечно, это линейный функционал на области определения оператора T. функционал на D от T. Предположим, что L Y непрерывен. если L Y непрерывенный функционал, если L Y непрерывенный функционал, то его можно единственным образом продолжить на все пространство H. H. непрерывный функционал, то он продолжается единственным образом на все пространство H. Почему он продолжается единственным образом? Потому что область определения оператора T плотна. На плотном множестве он определён, на все пространство, которое имеется с замыканием область сцепления продолжается единственным образом. Таким образом получается следующее, что L Y от X это есть скалярное произведение X на некоторый элемент H. Пространство H большое по теореме Риса. Всякие непрерывные функционалы представляются скалярным произведением. Итак, если это выполнено, мы говорим, что Y лежит в области определения оператора T со звёздочкой сопряжённого оператора и H это есть T со звёздочкой Y. То есть мы таким образом определили оператор T со звёздочкой. T со звёздочкой называется сопряжённым оператором. оператором оператором . К оператору элементов Y из H, что модуль TXY не превосходит некоторой постоянной C, завище от Y на норму X, и, соответственно, в этом случае T со звездочкой Y, это есть вот такой элемент H, что TXY равняется XH. Ну и, получается, такая формальная формула. Значит, скалярное произведение TX на Y равняется X на T со звездочкой Y в скалярном произведении для любых элементов X из области определения оператора T и Y из области определения оператора T со звездочкой. Ну, давайте изучим немножечко свойства сопряженного оператора. Для этого полезно вот такое отображение рассмотреть W из H плюс H в себя, который переводит пару U, V в пару V минус U. В. Ну, это можно схематически представлять, как поворот на 90 градусов. Да, вот если вот это у нас схематически прямая сумма H плюс H, то, значит, вот у нас был вектор U, V, а после поворота на 90 градусов получится вектор V минус U. На 90 градусов. Вот. Вот такой оператор поворота в кавычках, вот такой оператор получается и лемма. Пусть T плотно определенный оператор. Тогда график оператора T со звездочкой это и есть ортогональные дополнения. Графику оператора T повернутому с помощью вот этого отображения W. Ортогональные дополнения. Доказательства. Ну, вот это вот условие правенства, значит, TXY равняется X T со звездочкой Y. И, значит, TXY минус X T со звездочкой Y равняется нулю. или вот так скалярное произведение X TX на вектор T со звездочкой Y минус Y. Что-то, по-моему, так, да? Сейчас или надо не так, надо не так наверно. Так. Наоборот, здесь вот плюс поставим здесь минус. Вот так. Равно нулю. Ну, вот это, собственно, вот это условие и есть, которое было стомулировано. что эти два вектора, этот вектор. Сейчас или я. Так, нет, не совсем так, значит, надо вот так. Значит, TX минус X, вот как называется T, Y, T со звездочкой Y равно нулю. Вот, значит, вот так надо условие записать. Значит, тогда это будет у нас из WG от T, а это как раз из G от T со звездочкой Y. Ну, вот это, конечно, не полностью доказательство привел, просто остановить ключи в момент доказательства. Значит, в качестве упражнения вот полное доказательство восстановить. все как целиком, да. Значит, вот, итак, если T у нас плотный определенный оператор, то T со звездочкой определенным, и его график является ортогональным дополнением к повернутому на 90 градусов с помощью этого отправления W графику оператора T. Т. Ну, и отсюда сразу видно, что следствие такое, да. Оператор T со звездочки замкнут. Всегда. Оператор T со звездочки замкнут. Ну, действительно, его график является ортогональным дополнением к чему-то там, но ортогональное дополнение всегда замкнутое. Вот, поэтому и сам оператор тоже замкнут. Ну, что еще из этого следует? Еще одно следствие. Давайте возьмем G от T со звездочкой ортогональное дополнение. Это есть не что иное, как WG от T замыкание очевидным образом, да. Второе ортогональное дополнение совпадает с замыканием из линейного многообразия. То есть, и это равно, поскольку W не проявляет W на G от T замыкание. Вот. Отсюда получается такое следствие. Если T замыкаем, то замыкание T – это есть второй сопряженный к оператору T. Ну, вот так мы скобки поставили. Ну, обычно просто без скобки вышли. Значит, итак, замыкание оператора T, если оно вообще существует, это и есть второе сопряженное к оператору T самому. Ну, и отсюда мы можем сделать такой вывод. Теорема. 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 Линейный оператор. Тогда оператор T замыкаем. Тогда и только тогда, когда оператор T со звездочкой плотно определен. При этом замыкание оператора T совпадает со вторым сопряженным его по определению T сопряженным от сопряженного оператора. Затем. Ну, действительно, это. Если Т со звездочкой плотно определен, то Т с двумя звездочками определен корректно. У всякого линейного оператора корректно определен сопряженный оператор, как мы видели, если исходный оператор плотно определен. Итак, если Т с двумя звездочками корректно определен. Кроме того, Т с двумя звездочками замкнут, поскольку сопряженный оператор всегда замкнут. И G от Т с двумя звездочками – это и есть замыкание графика оператора Т. Ну вот, собственно, это и заканчивает доказательство. Итак, если Т со звездочками плотно определен, то Т с двумя звездочками корректно определен, замкнут является замыканием оператора Т. Значит, пусть Т со звездочкой не плотно определен. Не плотно определен. Тогда существует ненулевой вектор H такой, что H ортогонален области определения оператора Т со звездочкой. Ну, раз Т с двумя не плотно определен, значит, область определения не плотна. Значит, замыкание этой области определения не совпадает со всем пространством, а значит, существует ненулевой вектор ортогональный этому замыканию. Ну и само его замыкание. Теперь вектор вида H0 ортогонален графику оператора Т со звездочкой. То есть, а вы сказали замыканию, ортогонален замыканию. Ну, ортогонален замыканию, ну и, значит, вектор ортогонален замыканию какого-то множества, тогда и только тогда, когда он замыканит самому это множество. Это понятно? Да, 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 это понятно, да. Да, поэтому я тут хотел, мог вот так написать, хотел, мог вот как угодно. Значит, но здесь важно что? Значит, если этот вектор ортогонален области определения оператора Т со звездочкой, то вектор вида H0 ортогонален графику оператора Т со звездочкой, понятное дело, да? Потому что график состоит из элементов вида Y, там, Т со звездочкой Y, где Y принадлежит в области определения. Ну, и скалярное определение возьмется, значит, H на Y равно 0, 0 на Т со звездочкой Y. Значит, получается, что вектор H0 ортогонален график уже Т со звездочкой. А, значит, вектор 0 минус H, то есть плюс или минус H, вот я не освобожу, но это не важно, это объединение пространства, принадлежит замыканию графика оператора Т. Поскольку, ну вот, после поворота на W, из замыкания графика оператора Т получается ортогональное дополнение к G, T со звездочкой. Значит, вот этот вектор H0 нужен принадлежать повернутому графику оператора Т. А, значит, вектор 0 минус H принадлежит замыкание графика оператора минус T. То есть, вот это замыкание, G от T замыкание, это не график. Не график. Вот. Значит, отсюда вытекает, что, если Т с звездочкой не плотно определен, то оператор Т не замыкает. Значит, вот мы получили очень-очень простой критерий замыкаемости оператора. Оператор замыкаем тогда и только тогда, когда его сопряженный плотно определен. вот тут, собственно говоря, и все. Вот. А теперь мы вот сформулируем и докажем одну из основных теорем о замкнутых операторах. Значит, теорема о замкнутом графике называется. Т принадлежит Стефану Банаху. Теорема звучит так. Пусть Т замкнут оператор в пространстве H гильбердовым. И пусть D от T равняется H. То есть, итак, мы имеем замкнутый оператор, который определен на всем пространстве H. Замкнутый линейный оператор определен на всем пространстве H. Тогда T ограниченный оператор. Доказательство. Это было на функциональном анализе. Ну, то есть, доказательство править не надо. По-моему, да. Ну, замечательно. Я просто исходил из того, что если у вас не было неограниченных операторов, то, как бы, и теорема о замкнутом графике, может быть, не было. Ну, раз был, то и, как бы, и хорошо. Значит, ну, так, 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 доказательство. Уже напишем так. Было в курсе функционального анализа. Не повторяем. Так. Ну, хорошо. Значит, тогда мы приведем, пожалуй, пример неограниченного замыкаемого оператора. Пример неограниченного замыкаемого оператора. Ну, да. Ну, прежде чем приведем, я скажу пару слов по поводу теоремы о замкнутом графике. Эта теорема говорит о том, что если мы хотим изучать неограниченные операторы, то обойтись всюду определенным операторами не удастся, и мы неизбежно должны изучать операторы, которые определены не на всем пространстве, а только, конечно, на плотном подможестве. Вот такой философский смысл этой теоремы. Ну, вот теперь пример неограниченного оператора. Давайте рассмотрим в качестве пространства H пространство L2 от S1. НТС1 – это у нас окружность. Ее удобно представить как прямая по модулю 2π, например. И равно отрезку 0,2π с отразделенными концами. Вот рассмотрим такое пространство L2 и рассмотрим оператор А д по д фи области определения с бесконечность от S1, бесконечно дифференцированной функцией от S1. Ну и еще то же самое, бесконечно дифференцированные 2π периодические функции на вещественной прямой. Значит, я утверждаю, что, во-первых, оператор А неограничен. И второе, что оператор А замыкаем. Оператор А замыкаем. Ну, давайте докажем неограниченность этого оператора. Значит, неограниченность, как доказывается. Рассмотрим вот такую функцию. fn от фи равняется, естественно, E в степени и n фи. Гладкая функция на окружности, гладкая периодическая функция на вещественной прямой. Значит, тогда А fn равняется и n на fn. Ну, то есть fn – это собственная функция нашего оператора с собственным значением и n. n при этом сколь угодно велико по модулю. И получается, что наш оператор действительно неограничен. Если бы был он ограничен, то собственные значения не превосходили бы по модулю нормы этого оператора. Ну, теперь дальше проверим, что оператор А замыкаем. Ну, вот у нас это множество c бесконечность от s1, оно в l2 плотно, как мы понимаем. Любую функцию из l2 можно сколько угодно точно предвидеть гладкими функциями. Это известный факт. Это доказывал спорту специального анализа. Да. Замечательно. Вот. Ну, и следовательно, таким образом существует оператор А со звездочкой, да? Оператор А со звездочкой существует. Ну, раз наш оператор плотно определен. Ну, теперь давайте посчитаем. Значит, я утверждаю, что имеет место следующее равенство. Скалярное произведение АУ на В равняется У минус АВ, где У и В из c бесконечность от s1. Ну, действительно, значит, АУ как-то доказать. Значит, интеграл от 0 до 2 пи, У штрих В дефи равняется УВ в постановке от 0 до 2 пи минус интеграл. Ну, давайте черту поставим комплексное сопряжение, да? УВ с чертой штрих Дефи от 0 до 2 пи, да? Ну, это равняется 0 в силу 2 пи-периодичности. Ну, вот и мы получаем это утверждение. Значит, как обычно в теории дифференциальных уравнений все доказывается в случае интегрирования по частям. Ну, и само понятие сопряженного оператора, на самом деле, я, наверное, большого секрета не открою, возникло из интегрирования по частям, конечно. То есть, так вот, по дамбурскому счету. Значит, вот, получается, что А со звездочкой У равняется минус АУ при У принадлежащем С бесконечность от С1. Вот. Ну, а что это значит? Смотрите. Значит, это означает следующее, что А содержится в минус А со звездочкой. Правильно. Вот. Оператор в минус А со звездочки замкнут. Ну, как любой сопряженный оператор, он замкнут. Вот. Ну, то есть, у оператора имеется замкнутое расширение, а следовательно, его замкнутое, он замыкает. Вот. Каким образом? Каким образом оператор А замыкаем? Замыкаем. Вот. Значит, вот, пожалуйста, пример замкнута. Замкнутого оператора. А можете еще раз показать, пожалуйста, формулировку теоремы о замкнутом операторе? О замкнутом графике? А, у вас было доказательство, а формулировки-то и не было, да? Понятно. Сейчас начнем. Пусть Т замкнутый оператор в гибельном пространстве, а что на самом деле можно и банать, но мы сейчас все про гибельном пространстве говорим. Значит, пусть Т замкнут оператор в гибельном пространстве H. И пусть его область определения совпадает со всем пространством H. Тогда оператор в Т ограничен. А как, кстати, доказывал, что у вас в курсе церема? Нет, у нас просто, насколько я помню, была чуть-чуть другая формулировка. Что-то в духе, если линейный оператор, если, в общем, критерий ограниченности линейного оператора между банахами и пространствами. То есть, что он ограничен тогда и только тогда, когда его график замкнут в норме норма Х плюс норма Y произведения. В. 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 Давайте тогда так, поскольку у меня, давайте мы на сегодня на этом закончим, поскольку в связи с ней необходимостью привезти доказательства у меня как раз образовалось минут 7, которые непонятно, чем заполнить, а что можете задавать вопросы, ну или на сегодня на этом закончим, как скажете, если вопросов нет. В следующий раз займемся самосопряженным операторами. Вот в конце у нас, почему а со звездочкой говно, а со звездочкой, а, но он замкнутый, я не помню. Да, а со звездочкой всегда замкнутый. Он всегда замкнутый, так. А почему тогда а замыкаем? Значит, а замыкаем, если замыкание его графика снова уверяется графиком. Значит, здесь мы же показали, что у а есть замкнутое расширение, то есть, есть некоторое замкнутое подпространство, содержляющее его график и все еще являющееся графиком. Но тогда и замыкание графика оператора тоже является графиком, да, потому что, вот. Вот, ну, на самом деле, чего я здесь не сказал, на самом деле, в данном случае, вот это самое а со звездочки, минус а со звездочки, как раз и есть замыкание, то есть, там промежуточных никаких нет. Но это мы подробно уже разберем, когда будем о самосопряженных расширениях говорить. Это в следующий раз. Еще вопросы есть какие-нибудь? Нет. Продолжение следует...